В экспозиции, которую собирали сотрудники Краеведческого музея, рядом соседствуют фотографии и ордена из личных архивов забайкальцев, оружия и форма времен войны. О Великой Отечественной сказано уже много, о Второй мировой чуть меньше. Но и в том, и в другом случае подвиг страны и народа часто заслоняет частную жизнь рядового человека во время этой войны. А она, между тем, вот здесь, в этом флаконе, кровь Марии Даниловой. Всего с 41 по 45 она сдала 42 литра. Это последняя склянка военного периода. А это уже китель полного кавалера орденов славы Василия Сизикова, который побывал на всех фронтах и брал Берлин. Сегодняшняя выставка вам буквально по крупицам расскажет отдельные эпизоды той войны. Война, в которой погибло свыше 12 тысяч наших советских бойцов и комардино. Война, которая дала 60 героев Советского Союза, среди них 9 забайкальцев. Это люди, которые действительно проявили мужество и грозит. На этой выставке вам расскажут, насколько уникальна была манчжурская операция. За 12 дней советская армия, пройдя через пустыню Гоби и хребет Хинган, освободила площадь в полтора миллиона квадратных метров. Бои, шедшие здесь, по признанию ветеранов, по своей ожесточенности не сравнятся даже с теми, что шли во время войны с немцами. Расскажут и о том, что китайцы встречали наших солдат как освободителей. Поделятся и деталями еще из одной частной жизни. Жизни императора государства Манчжоуго Пуи. Его взятие в плен и дальнейшей судьбе. Когда его взяли в плен, он не сопротивлялся и не считался военным преступником. А пребывал в плену он у нас здесь в Чите, в санатории Молоковка. Находился вместе со своей свитой. Куда его доставил наш земляк Александр Кирстанович Желбаков. То, что сперва может показаться на этой выставке мелкими бытовыми подробностями, только полнее помогает понять, что это были за годы для миллионов живших и воевавших тогда людей. Наталья Собиникова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.